здравствуйте по многочисленным пожеланиям подписчиков канала и случайных прохожих проведу замеры температур в моей коптильне это видео ответ тем кто сомневается в корректности температурных характеристик коптильни если вас заинтересует конструкция моей коптильни подпишитесь на канал на моем канале есть вся информация о конструкции коптильни в целом и о каждом модуле отдельно о проблемах копчения процессы копчения различных продуктов ну и конечно же результаты копчения цель испытаний проверить температуры в различных зонах на соответствие требованиям предъявляемым к процессу холодного копчения составить температурную карту коптильни требования к коптильни холодного копчения 1 температура в зоне тления щепы не должна превышать 400 градусов по цельсию в противном случае количество полиароматических углеводородов в том числе канцерогенных превысит допустимое в разы кроме того расход щепы значительно возрастет и еще бытует мнение что минимальная температура тления щепы идеально для копчения для себя это утверждение я опроверг опытным путем и снял об этом видео ссылка вверху экрана второе требование температура коптильной дымовоздушной смеси в коптильной камере не должна превышать 30 градусов при копчении рыбы и 43 градусов при копчении продуктов животного происхождения то есть мясо сало колбас и тому подобных это температуры денатурации белков продуктов то есть максимально допустимые температуры холодного копчения насколько знаю других требований к температурам нет для начала сравним показания термометров и пирометра который использовал в испытаниях сразу предупрежу на точность и корректность измерений не претендую термометры бытовые не калиброванный и не поверен как видите показания отличаются на десятые доли градуса что на мой взгляд вполне приемлемо ну и плясать начну от печки в нашем случае от дымогенератора пирометром произвел несколько замеров в области отверстий забора воздуха пирометр показывает усредненное значение температур в отверстиях забора воздуха то есть непосредственно в зоне тления и на внешней поверхности дымогенератора зная характеристики пирометра рассчитал приблизительную среднюю температуру в зоне тления как рассчитывал по каким формулам что учитывал площадь отверстий площадь измеряемой поверхности дымогенератора фокусное расстояние и показатель визирования пирометра это было бы скучно и еще нуднее чем сейчас поэтому сразу результаты температура в зоне тления примерно в пределах 320 380 градусов по цельсию измерил температуру поверхности дымогенератора на уровне зоны тления этот показатель использовал для расчета температуры в зоне тления измерил температуру выходного патрубка дымогенератора температура выше 80 градусов патрубок разогревается дымом и одновременно отдает тепло воздуху остывает а значит что температура дыма на выходе из дымогенератора значительно выше 80 градусов это еще раз уже опытным путем подтверждает что дым на выходе дымогенератора горячий и не пригоден для холодного копчения дымогенераторы с нижней верхней и внешней эжекцией не пригодны для холодного копчения об этом я неоднократно говорил в своих видео ссылка вверху экрана измерил температуру над предварительном охладители как видите температура около 65 градусов и эта температура поверхности банки логично предположить что температура дыма внутри банки существенно выше это говорит о том что охлаждение дыма воздухом неэффективно и об этом уже говорил сейчас продемонстрировал у предварительного охладителя в моей коптильне другая функция ссылка вверху экрана измерил температуру на входе основного охладителя как видите температура выше чем на предварительном охладителе дело в том что теплопроводность железа выше теплопроводности стекла еще раз убедился что охлаждение воздухом неэффективно идем дальше на термометре с выносным датчиком температура 23,8 градуса выносной датчик опущен в основной охладитель через кран забора воздуха на самое дно это реальная температура дыма в охладителе на выходе из охладителя температура еще ниже так как дым прошел по вертикальному выходному участку трубы охладителя и отдал ему часть тепла температура поверхности выходного патрубка около 20 градусов напомню температура воздуха выше 27 градусов все это наглядно демонстрирует эффективность охлаждения дыма в земле а вот в модуле контроля температура несколько выше 21,3 градуса это объясняется просто в модуле контроля дым уже смешан с воздухом температурой 27 градусов ну и самое интересное температура в коптильной камере а здесь у нас 26,1 градуса датчик температуры находится на конце щупа термометра то есть внутри коптильной камеры это именно та температура при которой коптится продукт обратите внимание температура на внешнем термометре поднялась возможно несколько поднялась температура воздуха за бортом возможно термометр нагрелся инфракрасным излучением от корпуса коптильни дело в том что перед съемкой я убрал лист шифера защищающий камеру от прямых солнечных лучей и поверхность камеры нагрелась вернемся к термометру измеряющему температуру в основном охладители здесь температура изменилась это нормально в дымогенераторе в зону тления щепа поступает порциями а значит и температура тления следовательно и температура дыма на выходе дымогенератора меняются циклично почему порциями пояснял видео о дымогенераторе ссылку оставлю в описании к видео чтобы показать каким образом измерена температура в охладителе вынул из выходного патрубка охладителя через кран забора воздуха выносной датчик термометра вот он замеры произведены составил карту температур зона тления замеренная пирометром усредненное значение в области поддувала около 270 градусов расчетная температура в зоне тления в пределах 320-380 градусов поверхность дымогенератора в области тления около 110 градусов выходной патрубок дымогенератора около 80 градусов а значит температура дыма на выходе существенно выше 80 поверхность предварительного охладителя 65 градусов входная труба основного охладителя 68 градусов основная температура EBIT ОКО 설кан основной охладитель около 23 градусов осна тянет реальная температура дыма box выходная труба основного охладителя около 20 градусов основная температура около 20 градуса учитывая то факт что атмосферная температура выше 27 градусов Можно предположить, что температура дыма на выходе из охладителя ниже 20 градусов. Поверхность модуля контроля 21 градус. Значит температура дымовоздушной смеси внутри ниже этого значения. И наконец температура коптильной смеси внутри коптильной камеры 26 градусов по Цельсию. При атмосферной температуре выше 27. Вот так выглядит температурная карта моей коптильны. Вывод. Коптильная пригодна для холодного копчения любых продуктов, включая рыбу, при атмосферной температуре до 30 градусов. Если температура выше, смотрите на моем канале видео «Проблемы копчения. Копчение в зной». Ссылку оставлю в описании к видео. Не забудьте подписаться, ставьте лайки, дизлайки. Дизлайки, пожалуйста, с комментариями. Субтитры сделал DimaTorzok